Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте, смотрите сегодня. Надежда на будущее. На городской планерке обсудили проблему обманутых дольщиков. Затронули чиновники тему санитарного состояния курорта. Там же стало известно о новых кадровых назначениях в мэрии. Бессмертный полк в этом году переносят. На 11 часов Сочи начал подготовку ко Дню Победы. Организационные вопросы решали на заседании Оргкомитета в мэрии. Леопарды онлайн в сочинском центре восстановления леопарда на Кавказе заработала система видеомониторинга. За переднеазиатскими леопардами можно наблюдать в режиме реального времени. Новый взгляд на вечные проблемы. Школьники в Сочи читают классику в рамках краевого конкурса чтецов. За самое проникновенное выступление путевка на всероссийский и международные финалы. Долевое строительство, санитарное состояние, благоустройство и новые кадровые назначения в мэрии Сочи. Эти и другие вопросы сегодня обсудили на традиционном планерном совещании. Его провел глава курорта Анатолий Пахомов. Обо всем по порядку в нашем следующем сюжете. Начали планерку с одного из острых вопросов, который в Сочи, в том числе усилиями местных властей, уже успешно решается. Это проблема обманутых дольщиков. Анатолий Пахомов отметил, что в списке проблемных в прошлом году было 28 домов. 8 уже удалось из него исключить. Практически по 15 у нас решены вопросы, связанные с инвесторами. Например, тот же ЖК Курортный. Он есть инвестор. Инвестор 4 месяца уже трудится, готовит документацию. Он заново делает проекты, делает экспертизу проектов. Заветных квартир в ЖК Курортный люди ждут уже 5 лет. В одних домах нет коммуникаций, других и вовсе пока не существует. А квартиры в зданиях уже проданы. Я квартиру купила в 2014 году, в 2015 я должна была уже получить. До сих пор квартиры нет. Нашего застройщика предыдущего сейчас задержали, посадили. В ноябре мэрия нашла для жилого комплекса инвестора, который достроит ЖК. Им стал застройщик, имеющий в городе хорошую репутацию. Работы много. Достроить дома, провести коммуникации. Здания в зоне ЛЭП, скорее всего, пойдут под снос. А еще в планах укрепительные работы и решение вопросов с водоводом. Здесь есть сложности еще в том, что предыдущий застройщик зашел какой-то частью на соседние участки, что усложняет быстрое решение вопросов. Если, опять же, правовые вопросы, связанные с этим объектом, позволят, в этом году мы планируем закончить вот эти вот объекты именно для обманутых дольщиков. Теперь у 437 дольщиков ЖК Курортный, которые оказались обманутыми, появилась надежда на будущее. Надеемся, что с новым управляющим жизнь наладится и инвестор нам поможет. Дольщики у нас даже не столько из Сочи, а со всей страны и даже из ближнего зарубежья. В мэрии города сформирована рабочая группа и практически два раза в месяц встречаемся, именно обсуждаем вопросы дальнейшего движения. Зашла речь на планерном совещании и о предстоящем месячнике по благоустройству, который во всем крае по традиции объявят в апреле. Это даст нам право, и вам право, чтобы спецавтохозяйство, за деньги, конечно, выделенные главом района, вывезет тот мусор жителей, который у нас будет собран во время субботника и месячника. Жители очень будут рады тому, что вы им скажете, вы соберите мусор со своих дворов, а мы его вывезем. Они с удовольствием сейчас это сделают. Принять в большой уборке активное участие – задача каждого, подчеркнул мэр. Ведь город готовится к курортному сезону. Сегодня, благодаря чистоте и опрятному виду города, в Сочи приезжает все больше туристов – порядка 6,5 миллионов в год. Тогда как до Олимпиады эта цифра была в несколько раз меньше. Да и город выглядел совсем по-другому. Не было той чистоты, опрятности и лоска, какая есть сейчас. Вот так, например, выглядела улица Новогинская 10 лет назад. Сегодня это цветущие оазисы, любимое многими место для прогулки. А вот такими были торговые ряды в центре города – безвкусные палатки и ларьки. Сегодня, отметил Анатолий Пахомов, важно продолжать работу по приведению города к единому архитектурному облику, начатую еще до Олимпиады. Вакханалия, конечно, с этими вывесками. Кто на что гораст. Это безобразие, это нарушение законов. Есть правила благоустройства в городе, и они должны исполняться. И эта работа главами районов вместе с департаментом дизайна должна поставлена на рабочий лад. Также на совещании мэр поставил задачу по реализации неиспользуемого имущества мупов – теплоэнерго и зеленстрой. На его продаже бюджет Сочи может заработать более 500 миллионов рублей. Еще на планерке сегодня был представлен новый помощник главы города. Им стал Николай Авдеев. Ранее он был заместителем начальника ФСБ города. В мэрии Авдеев в том числе будет заниматься согласованием подбора кадров. В администрации не должны работать случайные люди, настаивает мэр. Кстати, в начале марта мэрия объявила конкурс по формированию кадрового резерва для оперативного замещения главных и высших должностей в администрациях города и районов, а также в муниципальных учреждениях курорта. Принять участие в отборе могут все желающие. В конкурсе примут участие и нынешние чиновники. Таким образом, они докажут свою профпригодность, предложил Пахомов. Кстати, в первый же день конкурса по кадровому резерву свои заявки уже оставили около 15 тысяч человек. Инга Габешия, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Ну и также сегодня на планерке стало известно, что курортный сезон в этом году откроется 25 мая традиционным карнавалом. Основная тема – год театра. По улицам города пройдут 20 колонн, каждая из которых будет символизировать отдельный театральный жанр. Главной сценой карнавала станет площадь Димнего театра. Ну а колонна «Бессмертного полка» в этом году стартует позже обычного, чтобы участники акции успели почтить память солдат на мемориале. Сочи начал подготовку ко Дню Победы. Обсудили на заседании оргкомитета и ремонт в квартире ветеранов, и последние штрихи в благоустройстве памятников и обелисков. Представители районных администраций отчитались о работе, которая проводится в преддверии Дня Победы. В Сочи проживает более трех тысяч ветеранов. Всем им необходима та или иная помощь. Для одних будут делать ремонт в квартире, другим выделят путевки в санатории, к третьим прикрепят социальных работников и заменят устаревшую бытовую технику. Кроме того, ведется активная работа по выявлению одиноких ветеранов. Например, в центральном районе таких 28. К ним, конечно же, прикреплены социальные работники. А за каждой школой города закреплен памятник или обелиск. Ученики следят за порядком вокруг них. Памятники к 9 мая дополнительно почистят и где надо подкрасят. В этом году традиционно в День Победы пройдут все памятные мероприятия. 8 мая во всех муниципальных автобусах запланирован песенный флешмоб День Победы. Пройдет и традиционный для Сочи митинг у мемориала «Подвиг во имя жизни». Это будет наша акция, свидетельствующая о том, что мы были и остаемся в памяти народных городом, госпиталем. Это памятник во имя жизни. Это массовые гуляния во всех районах, приуроченные к этому. Это встречи с ветеранами в школах, которые начинаются практически уже сейчас. Ну, разрабатываются еще отдельные новые мероприятия. В сам День Победы в 9 часов утра состоится митинг с возложением венков и цветов на мемориале в завокзальном районе. А вот время проведения бессмертного полка изменится. Если раньше шествие от зимнего театра начиналось в 10 часов утра, в этом году рассматривается вариант стартовать в 11. Связано это с тем, что многие сочинцы хотели бы попасть и на мемориал, и на парад. Также на площади у Южного Мола будет проходить прямая трансляция Парада Победы на Красной площади и организована полевая кухня. Полторы тысячи гектаров для комплексного развития северо-восточной части Краснодара. Венемину Кондратьеву презентовали новый район кубанской столицы. Он расположился вблизи поселка Знаменский. Там планируют возвести дома, детские сады, школы, а также крупнейший медицинский кластер. Не забыли и о благоустройстве, и озеленении около 25% территории отдадут под эти цели. О том, как будет выглядеть будущий микрорайон, расскажут наши коллеги из Краснодара. Сейчас на горизонте пусто, но именно здесь быть городу. Полторы тысячи гектаров земли – непаханное поле для развития краевой столицы. Краснодар уже взял курс на расширение именно здесь, в его северо-восточной части. 980 гектаров этой территории уже переданы в муниципальную собственность. Мэрия подготовила концепцию развития территории. Здесь будут не только жилые комплексы, но и медицинский кластер, социальные объекты, собственные парки со скверами – идеальное место для комплексной застройки. Мы здесь не спальный район Краснодара строим. Это практически может быть уже такой современный административный центр, в том числе уже внутри Краснодара. Поэтому давайте исходить из того, что здесь не только количество жильцов, но и административных зданий, то есть социальных объектов должно поместиться. И все должно быть комфортно и гармонично завязано на городскую среду. А мы начинаем сразу же с количества квадратных метров. Давайте лучше начнем со скверов, с парков, давайте с детских садов, с поликлиник. Приоритет при планировке этой территории – комфортная среда. Вот сколько у нас на эту территорию парков, сколько скверов, сколько поликлиник, сколько детских садов. И какой шириной у нас будут проспекты и бульвары. Давайте начнем с этого, с главного для жизни – комфорта. Ну и второй момент. Мы прекрасно видим М4 Дон. Это дорога, по которой поедут автотуристы, люди, которые едут своим транспортом к нам отдыхать. И они тоже будут видеть прекрасно то, что мы здесь настроим. Поэтому, тем более, если уж они будут приезжать мимо Краснодара, я же должен сказать, ничего себе, какой этот город Краснодар, даже как столица нашего края. Губернатору показывают, как будет формироваться новый микрорайон. Он расположится вблизи поселков Знаменский и Новознаменский. Есть еще и промышленный кластер, который мы здесь же предусмотрели. Это вот идея строительства ТЭЦ для этого микрорайона, для того, чтобы мы его полностью обеспечили теплоэлектроснабжением. Планы действительно глобальные, на десятилетия. По сути, это город в городе. Огромная территория, предварительный расчет, она должна вместить почти 200 тысяч населения. Это, по нашим планам, должна быть самая современная застройка. Не в смысле этажности, как раз с этажностью нужно будет поосторожничать, а в смысле комфорта и комплексности. Поскольку здесь предусмотрено размещение расчетного количества школ, детских садов, поликлиник. По предварительным расчетам, на такое количество жителей необходимо построить 68 детских садов и 25 школ. Уже на совещании докладывает мэр Краснодара. Земли для этого хватает. Отдельные участки будут резервировать под социальные объекты. А четверть территории всего нового микрорайона отведут под зоны рекреации. Все проекты, концепции, планы обязательно представят на общественные слушания. 25% территории – это будет территория общего пользования, территория озеленения. То есть это те нормативы, которые утверждены у нас непосредственно правилами землепользования и застройки. В результате развития северо-восточной части Краснодара должен получиться своеобразный городской кампус, когда внутри на одной территории находится вся необходимая для жизни инфраструктура. В пределах будущего микрорайона люди смогут и работать, и отдыхать. Это и есть новые строительные стандарты краевой столицы, которые учитывают ошибки прошлого. Здесь мы должны в целом сегодня определиться по принципам строительства, размещения объектов в новом Краснодаре. Полторы тысячи коктарных землей, еще раз подчеркиваю, это огромная территория, даже массивом не назовешь, огромная территория. Просто землей эта территория предоставляться не будет никому. То есть конкретно заданные параметры, архитектурные формы, то, что мы хотим, чтобы было построено в этом новом городе. А не так, что землю раздали, а потом кто на что горастет. Все, так больше не будет. Для этого мы с вами сегодня здесь и есть, чтобы задать те градостроительные нормы, градостроительные правила, архитектурные формы, концепция, которая будет реализована уже застройщиками. Но это будет наша концепция. Это концепция, которую одобрят жители Краснодара. Мы должны передавать заданными уже параметрами, которые должны быть неукоснительными для выполнения. Неважно, кто это будет, ведомственные министерства, либо застройщики. Обшая стилистика должна быть одна. Давайте покажем, что мы можем сегодняшний много Краснодара сделать таким величеством. Одним из самых масштабных проектов по своению территории станет медицинский кластер. На участке в 58 гектаров, а это примерно 80 футбольных полей, расположится сразу несколько современнейших лечебных учреждений. Не исключено, что рядом с ними построят и жилье для врачей, которые станут там работать. Глобальная перестройка ждет и транспортную систему. Такой огромный микрорайон с медицинским кластером обязан справляться с автомобильным трафиком. Уже разработана концепция транспортного коридора по улице Тихорецкой от улицы Володарского с выходом на трассу М4 Дон. Вениамин Кондратьев попросил обязательно учитывать в проекте развитие города в долгосрочной перспективе. Вы говорили про транспортную инфраструктуру, коммунальную инфраструктуру, в целом, как вы его назвали, транспортный каркас нового города. Надо давать его делать с запасом прочности, потому что, я думаю, что если он будет комфортным микрорайоном, он будет максимально пользоваться популярностью. И дальше он будет расширяться уже, еще раз подчеркну, много там рядом земельных массивов. Поэтому, чтобы наш проспект и через 50 лет не образовал одну большую пробку для тех, кто хочет по нему проехать. То есть запас прочности мы должны сразу закладывать на ряд 50 вперед, с учетом того, что, конечно, город будет разрастаться, расти, и это естественный процесс, мегаполис. Сегодня из восьми объектов по шести уже ведется проектирование. К октябре месяца текущего года мы закончим проектирование. Я думаю, что до конца года получим положительное заключение экспертизы. По двум оставшимся, я думаю, что в конце года мы уже приступим к проектированию. Создание всего транспортного коридора вместе со строительством планируем завершить к 2025 году. В проект развития новой территории Краснодара попадут и два поселка, которые находятся неподалеку. Несмотря на то, что там уже есть сформировавшаяся застройка, единая концепция будет учитывать в том числе новую инфраструктуру. Посмотрите, они практически рядом. Новознаменский, Знаменский с новым нашим городом. Поэтому давайте в концепции общей рассматривать, в том числе и эти районы. Сегодня нужно попытаться все-таки интегрировать и Знаменский, и Новознаменский уже в новый город. Потому что там тоже должны появиться детские сады и школы. Мы об этом говорили. Объекты социально-культурного назначения. Ну и, конечно, тротуары с дорогами, нормальными дорогами. Поэтому давайте сразу изначально это осмотреть как общую концепцию. И транспортная логистика должна быть общая, и инфраструктурная логистика должна быть общая. Такое масштабное территориальное развитие Краснодара, пожалуй, можно сравнить с концом 80-х годов прошлого века, когда начинал застраиваться юбилейный микрорайон города. Сейчас во главе угла стоит гармоничное и грамотное общественное пространство. Ведь комфорт жителей – основная цель городской среды обитания. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Виктор Чаусов, Кубань-24, Краснодар. Обновят в этом году и массу объектов городской среды по всему Краснодарскому краю. Выбирали их сами жители региона. В целом это 72 общественных пространства и 44 дворовых территории. Голосование проводилось в 66 населенных пунктах. Работы будут идти в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», рассказал журналистом губернатор края Вениамин Кондратьев. Важно, что люди выбирают не просто свою улицу или прилегающую к ней территорию, а большие общественные пространства, которые будут доступны всем жителям населенного пункта. Благодаря участию в федеральном проекте нам удается не только привести в порядок многие зеленые зоны, но и создать их с нуля. Всего за два года участия в проекте мы привели в порядок 317 объектов. В 2019 году в проект, например, включены шесть скверов в Краснодаре. Также благоустроят зеленые зоны в Новороссийске и Армавире. А в Абширонске приступят к реконструкции парка «Юность». Облагораживать будут не только крупные города, но и отдаленные станицы и поселки. Всего на благоустройство в регионе в текущем году направят около 2 миллиардов рублей. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 13 марта в Сочи облачно, дождь, температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12. Днем 11-13 градусов выше нуля. Весенние образы от французской фирмы «Эвелин Болеро». Модные наряды на новый сезон. Магазин «Дамский каприз», торговая галерея напротив Агропрома. Создай свой новый образ. Деловой или дерзкий. Эксклюзивные модели из новой коллекции французской фирмы «Эвелин Болеро» в магазине «Дамский каприз». Торговая галерея напротив Агропрома. За переднеазиатскими леопардами можно будет наблюдать онлайн. В Сочи в Центре восстановления леопарда на Кавказе заработала система видеомониторинга. Будет запущенный портал, который позволит всем желающим наблюдать за жизнью этих животных в режиме реального времени. Это первый проект, который позволяет следить за жизнью стоящих на грани исчезновения переднеазиатских леопардов. Трансляцию на сайте smartleopard.ru организуют непосредственно из вольеров, где хищников готовят к жизни в дикой природе. Как полагают ученые, такое отслеживание необходимо для сбора ценных данных, для научного анализа поведения диких кошек и их реакции на человека и других животных. А информация позволит разработать оптимальные программы подготовки котят. Для создания информационного ресурса Центр природы Кавказа и Сочинский нацпарк заключили соглашение о сотрудничестве. Напомню, в феврале один из четырех переднеазиатских леопардов пропал из зоны наблюдения. Мертвого леопарда Киле обнаружили в Абхазии. Животное попало в капкан, его застрелили браконьеры и сняли шкуру. А в январе прошлого года во время неудачной охоты погибла сестра Килей – Виктория. Летом того же года в Кавказский заповедник выпустили двухлетнего Артека, а его сестру и брата – в нацпарк Алания в Северной Осетии. Таким образом, в дикой природе Кавказа сейчас осталось четыре переднеазиатских леопарда. В 2020 году из Сочинского центра в дикую природу выпустят еще пять котят. Интерактивное голосование на сайте администрации Сочи завершено. Горожане решили, на что потратить деньги с курортного сбора. По желанию сочинцев средства пойдут на благоустройство пляжей и набережных. От Эмеретинской неизменности до Лазаревского преобразования коснутся всех набережных курорта. Возле моря установят скамейки, беседки, урны, фотоконструкции и туалетные модули. Появятся малые архитектурные формы и в других гостевых зонах. Новые арт-объекты украсят площади перед художественным музеем и концертным залом фестивальный. Жители сами выбирали, на что потратят средства курортного сбора. Объекты для благоустройства были согласованы Общественным советом при Министерстве курортов и туризма Краснодарского края. Обновление пляжной инфраструктуры начнется в июне и закончится в сентябре. Этой же осенью пройдет еще одно голосование. Сочинцы выберут, куда направить средства, которые будут выручены в 2019 году. В планах заменить резиновое покрытие на велосипедной дорожке в Эмеретинской неизменности. За шесть месяцев эксперимента в Сочи удалось собрать около 70 миллионов рублей. Краснодарский край в целом, благодаря курортному сбору, в 2018 году заработал 109 миллионов. В Сочи полицейские провели акцию «Здоровый образ жизни». Направлена она на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения среди подростков. Профилактическую акцию «Здоровый образ жизни» провели более 100 сотрудников полиции совместно с врачами-наркологами и представителями общественной организации «Общее дело». Правоохранители организовали встречи с учащимися старших классов сочинских школ, в ходе которых с ребятами провели беседы о пользе ЗОЖ, вреде алкогольной и табачной продукции. Также школьникам напомнили об административной и уголовной ответственности за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и продемонстрировали документальный фильм о вреде наркотиков. Подобные акции проводятся в Сочи регулярно. Новый взгляд на вечные проблемы. Школьники в Сочи читают классику. На курорте стартовал муниципальный тур краевого конкурса юных чтецов «Живая классика». «Живая классика» – всероссийский проект по популяризации чтения среди детей и подростков. Ежегодно в муниципальном этапе конкурса принимают участие более полутысячи сочинских школьников. Им предлагается прочитать наизусть на русском языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения. «Золотой шлем богини ослепительно сверкает, а если приложить ладонь к лбу и прищуриться, можно разглядеть ее лицо. В резных чертах ни страха, ни горя, ни сожаления, а лишь довольство, презрение, холодное торжество. И кажется, что все мы, тысячи севастопольцев, собрались здесь поклониться богине». «Неужели всем людям свойственно не ценить того, что они имеют, лишь потеряв страдать? Но только слепые могут сказать тебе, что реальность есть и за рамками видимого в том самом запахе мелодии и объятий». Победу в конкурсе приносит не только артистическое мастерство, но и глубина проникновения в смысл текста. В этом году представлен список авторов и произведений, которые оцениваются жюри в 7 баллов. Баллы могут быть добавлены в том случае, если прочтение эмоционально затронуло слушателей. Произведение не из списка часто исполняемых оценивается в 10 баллов. «Ребята читают прозу, ребята читают прозу наизусть. Это обязательное условие. И, конечно, критериев много. Это и грамотная речь, это и правильно расставленное ударение, это, конечно, эмоциональное воздействие. При чтении произведения ребятам необходимо так прочитать, чтобы эмоционально задеть членов жюри, чтобы донести, влюбить в себя нового героя, чтобы, может быть, даже взрослым захотелось перечитать эту книгу и взглянуть заново на героев книги». Конкурс проводится в несколько туров. Сегодня выступают победители школьного тура 89 человек. Трое лучших отправятся на краевой этап, а далее на всероссийские и международные финалы. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В Сочи пройдет высокогорный карнавал «Бугель-вугель». Стартует он уже завтра, 13 марта. Масштабный праздник чудачеств и развлечений состоится на одном из горнолыжных курортов Красной Поляны. Его участниками станут 25 тысяч человек. «Бугель-вугель» уже называют «Олимпиадой чудачеств и развлечений». В программе не менее десятка необычных видов спорта, в которых определят победители. В списке активности высокогорного карнавала рекордный спуск в купальниках, спуск в карнавальных костюмах и даже спуск горнолыжного оркестра. Также состоится конкурс сноубордической красоты «Мисс Бугель-вугель». Запланированы в горах Красной Поляны и соревнования по валинг-болу. А во время церемонии закрытия фестиваля гости поздравят чебурашку с 50-летием. На карнавал также прилетит волшебник в голубом вертолете и подарит 500 эскимо. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте – fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях, в группах «Новости Сочи ФКТ», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мико Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мико Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...